Приветствую вас, Павел! Знаете, два основных момента я хотел бы выделить. Наверное, будут какие-то моменты ещё, такие сопутствующие, но основных моментов я хотел бы выделить два. Первый момент заключается в том, что сильный мужчина. Второй момент заключается в том, что, ну, ощущение такое, что вы очень торопитесь с отношениями. Ну, вообще, то есть, отношения как самоцель. Третий момент, он не основной, это не то забросается в глаза, прям так вот, но не менее важный. Это то, что вы говорите про любовь. То есть, вот, я люблю, там, вот это всё. Ну, тут, наверное, тут любви небольшой процент, к сожалению. Итак, начнём сначала. Сильный мужчина, тот, кого хочет видеть ваша девушка, это помимо того, что понятие само по себе нечёткое. То есть, кто такой сильный мужчина? Кто такой слабый мужчина? Почему, если вы ведёте себя, например, как ребёнок, почему вы не мужчина? Или мужчина, но не сильный? То есть, вот где вот эта грань? Кто определяет, да? Вот кто определяет, сильный мужчина или нет? То есть, это вот то, что, мне кажется, на горне убивает чувство девушки к вам. То есть, условно говоря, тот, что к вам девушка чувствует, да, благодаря этому нельзя назвать любовью, принятием вас, что необходимо для любви и так далее. Вызывает вопросы и такой момент, ещё один сопутствующий момент, что она начала вам писать, что она начала пытаться наладить с вами компакт. Сама. При том, что сама вас бросила. Это много стран. То есть, это вот непоследовательность её поведения и прослеживающиеся определённые нотки потребностей её, плюс поведение её, направленное на то, чтобы вот получить то, что она хочет, да? Плюс то, что она слишком много, на мой взгляд, говорит про отношения. То есть, спешите, торопится отношения строить. Ну, это вот всё раскрывает то, что мой коллега Кудричнев Игорь Леонидович вам сказал. То есть, что так уже было, что она вернётся и что вы задаёте себе не тот вопрос. Не тот вопрос, а тот вопрос, зачем вам эти отношения? Для чего они вам эти отношения? Вот. И, собственно, не считаете ли вы, что девушка-то вас, по сути-то, использует фактически? Вот. Может быть, конечно, не прямо, но использует. И вы видите, что печальное всего позволяет ей это делать. Вот. Что вообще неприемлемо. Вот. Кстати, о причинах того, почему вы позволяете ей это делать, тоже нужно отдельно разговаривать. Следующее, это спешка. То есть, вы торопитесь устраивать отношения, торопитесь вообще их строить. Признаться честно, для меня, ну, скажем так, загадка, почему и куда вы торопитесь устраивать отношения, почему и куда вы спешите, почему вы хотите построить эти отношения. То есть, ну, куда вы торопитесь. Вот. Этот момент, он, как мне кажется, этот момент достаточно важный. То есть, вам, как бы, на мой взгляд, отношения выстраивать, ну, рановато. Ну, вот, рановато. Понимаете? Вот, просто рановато. Потому что, ну, нет ощущения, что вы готовы к этому. Нет ощущения, что вы созрели для отношений. Нет такого ощущения. У меня, по крайней мере, такого ощущения нет. Слишком много разговоров идет про, ну, про сами отношения. Слишком много разговоров. Слишком много разговоров про выяснение отношений. То есть, слишком много вы выяснете отношения. Да. тоже такая, ну, достаточно показательная история, вот. Всё это, всё это позволяет сделать вывод о том, что вы, возможно, сами отношения ставите выше, чем людей, чем человека, вот. Это не есть хорошо. И, значит, соответственно, любовь ваша, то, что вы его, значит, её любите, как вы говорите. А, ну, собственно, тоже я бы сказал, вызывает вопрос. Почему бы вызывает вопрос? Потому что вы хотите её вернуть, вернуть. А, я так полагаю, так полагаю, поменявшись, ну, то есть, изменившись, вы сможете её вернуть. То есть, вы думаете, что, изменившись, вы сможете её вернуть. А, может, она и вернётся, если вы изменившись, но здесь вся тонкость заключается в том, что вы потеряете, потеряете себя, если будет меня. Вот. Это то, что я хотел сказать так вот, ну, глобально. Теперь. Значит. Первый раз в наших отношениях мы с каждым дырачились, как развился бы как хотел, не было серьёзности обоих. В итоге мы расстали, сказала ребёнок, который вечно вот нас. Слушайте, ну, опять же, почему, собственно, в отношениях должны быть намерения, не намерения, да? То есть, это вот часть тем, то, что я вам говорил, пытался принести, что у вас к отношениям слишком серьёзный подход. Ну, как бы к отношениям не надо, слишком серьёзно относиться. А, вероятно, в данном случае, как вы можете видеть, это вам вредит. Вот. Вредит, потому что, потому что, ну, отношения выходят на второй план. Понимаете? Вот. То есть, не вы важны, да, не человек важен, а именно отношения. И ничего хорошего в этом нет и в целом быть не может. Вот. Понимаете? Дальше. Так. Она, значит, начала пытаться завести общение. Вот непонятно, почему вы игнорировали, просто приехали к ней. Она была отмана, мы встретили во дворе, отвали бутылковички, три слова за словом, все шутки за шуткой. Мама ушла, мы дурацили, все тут понеслось. Ну, то есть. Ну, понимаете, это очень похоже на страсть. Это действительно страсть. Я не вижу в этом ничего плохого. Вот. Ну, как бы, в данном случае, мне кажется, было бы ошибкой и думать, что вот за этим, за такого рода действенными, за такого рода поступками, да, может быть что-то серьезное, да, то есть, ну, мне кажется, нет, мне кажется, нет. То есть, вы сейчас переживаете вполне себе естественную форму отношений. Вот. Она, тем более. Ну, вот то, что и вы, и она ждете от этого чего-то большего, да. То, что и вы, и она ждете от этого какой-то серьезности, да. Ну, может в этом не кажется, только, только вы ошибаетесь. Но это, тем не менее, фатально сказывается на ваших отношениях. Ну, как видите. Вот. Так. Поцелуюсь, секс на улице, поделим, дальше идет все хорошо. Здорово все хорошо. Мне тебе отметили, кто прикладывает, она говорит, что любит меня. После две недели, после недели две ссора, депрессия, она запутала. Ага, слушайте, ну, как вам сказать, ну, понимаете, ссора не бывает из ничего. То есть, если возникла ссора, значит, были какие-то основания. Ну, для нее, для ссоры были какие-то основания. Ну, а так вот, то, что вы пишете, это, ну, мягко говоря, немного странно. Вот. То есть, выдавить, выдавить, выдавить тоже, как так сказать, приложили руку. К... К... Ссори. С... Ну, вот. С ней. Так вы... С себя этот аспект, получается, снимаете. Депрессия, значит, депрессия, это болезнь. Это психическое, психическое заболевание. Вот. То есть, я сейчас, на самом деле, абсолютно не шучу. Вот. Это психическое заболевание. Вот. И, как бы, ну, если это психическое заболевание, вот, то нужно лечение, соответственно. Нужно лечение. Вот. Ну, как бы, э... ей нужно лечение. Вот, ну, опять же, не совсем понятно, проходило ли она либо лечение, я имею ввиду, вот, то есть вам, вам в данном аспекте, надо свою субъективную сторону увидеть, вот, увидеть желательно свою субъективную сторону ссоры, то есть почему вы ссорились, ну, наверное, после, ну, после ее признания в любви вам, это, это странно, вот, как минимум, здесь может быть и страх близости, и опять же, как я сказал, что вы можете, ну, вы могли, вы могли, не можете, а вы могли, могли, торопиться слишком, ну, вот, то есть это вот такая ссора, торопиться вы могли, я имею ввиду, ну, с отношением, опять же, вот, то есть она могла просто испугаться, к примеру, вот, вот, ну, это опять же, скорее догадки, вот, потому что информации мало, информации мало, вот, дальше идем, так, эм, я хороший семейный, но она не видит, хочет ли связываться со мной с людьми, а, вот, откуда такие вопросы, эм, скажите, пожалуйста, в столь юном возрасте, вот, почему такие вопросы возникают, в столь юном возрасте, на мой взгляд, это, ну, мягко говоря, прогрессный вариант, потому что, не способен человек, эм, принимать такие решения, и все, вот. по сути вы ведете речь о семье, правильно? Ну, по сути, по сути, речь вы ведете о семье. Ну, какая может быть семья в двадцать один год? Мать. Дальше, приводит к ссорам, и в итоге разбор полетов, то опять вы здесь свою ответственность как бы убираете. Она сказала, что когда призналась в любви, я расслабился, перестал что-то делать, и только обещать, когда все обещания были со временем, ничего с того, что я бы не смог, я не смогу, я не говорил. Ну, это скорее, понимаете, в данном случае ее идеализация соотношений, но, опять же, я понимаю вас, что вы могли обещать, и я понимаю девушку, то что ей могло как бы показаться, что, ну, что вы ей обещали там много, в итоге ничего не сделали, но, то есть, я могу прекрасно это понять, как бы не обвиняю вас, просто хочу, чтобы вы для себя расставили приоритеты, это очень важно. Вот приоритеты очень важно расставить, правильные приоритеты очень важно расставить. На данный момент, на данный момент, вы ориентированы на совершенно так же видно, что не на то, что девочка, она, как многие ее возраста, идеализируют отношения. Вот. И вы стали, по сути, объектом этой самой идеализации. Вот. Все как бы, такая история. Я вас не обвиняю, не могу сказать, что вы сделали что-то не так, но, собственно, речь идет именно о самой пацановской вопросе. Дальше. Так. Мы расстались не наилучшим образом. Ну, надо сказать, что люди вообще редко, когда расстаются наилучшим образом, то есть, в данном случае, все нормально и естественно, на мой взгляд. Вот. Это абсолютно нормально, что вы расстались не лучшим образом, потому что у вас нет опыта. Вот. У вас нет опыта выстраивания отношений. И, соответственно, вы не могли остаться по-другому. Вот. Ну, так, по крайней мере, видится мне эта ссора, потому требовать от вас подобного. А вы от себя? Нет никакого основания. Дальше. На вопрос, ты же сказала, что любишь меня, ответила, что больше не видит того, что видела. А вопрос к вам. Вы-то к ней как? Как? Ну, то есть, вы-то ее любите? Почему вы говорите про нее только? Ну, вот. Она, допустим, любит. А вы? По какой причине вот то, что вы, образно говоря, говорите ей про любовь, да? Вот. Типа, что ты же сказала, что любишь меня. Вот. По какой причине это звучит как-то, знаете, как мольба? Я бы очень хотел данный момент, ну, данный момент, на самом деле, определить. Вот. То есть, как так вышло? Что вы как будто бы, как будто апеллируете к любви, пытаетесь ее удержать таким образом. Что-то мы здесь говорим опять же о именно необходимости удержать человека. Мы не говорим здесь о любви как таковой. Хотя, вам, возможно, это будет и неприятно услышать. То есть, этот вопрос, который вы задали, его можно перефразировать немножко по-другому. Его можно перефразировать. Не уходи, поняла, что ты же обещал мне. Да? Любящий человек, да? Любящий человек, так, не поступил бы. Дальше. Эм, так. Эм, она ответила, что больше не видела, то есть, перестала идеализировать. Говорит, я ей не доверяю, она чувствует себя как в клетке. Ну, хорошо. Хорошо. Положим, вы действительно ей не доверяете, но с чем это связано? При Положим, она действительно чувствует себя как в клетке. Опять же, с чем это связано? То есть, это ваша действительно неуверенность в... ну, в себе или как. Хотелось бы это поисследовать. Хотелось бы данный аспект изучить, потому что вы говорите о претензиях девочки и претензии, ее они, ну, как и любая претензия, да, они серьезные. То есть, понятно, что с ее стороны тоже есть какая-то история, но и с вашей стороны история есть. Так, насколько это, насколько это соответствует действительности? Почему она чувствовала себя как в клетке? Дальше. Что я не сделаю ничего, что обещал, что было понятно и что воплощал. Но здесь она пытается, это ее идеализация. Одним словом, перестал быть с собой, и я вроде все понимаю прекрасно. А вы-то сами как согласны с тем, что вы перестали быть с собой, что вы понимаете? Ну, я так сильно и сильно влюбился, для меня слова любви, слова любви люди знают много. Я полагаю, что вы, ну, знаете, это влюбленность, а не любовь. Влюбился, сказали, влюбился. Вот. Мы начали ссориться громко-сильно, я немного прижал ее и не бил. Вот опять же, да? Как бы со своими эмоциями здесь надо разобраться. Почему вы начали ссориться с ней громко? Почему вы прижали ее? Сделайте больно, она сказала, что боится меня. Позвонила маме, чтобы она ее забрала. Ну, то есть, человек вот не готов нести ответственность за, ну, за себя самостоятельно. Судя по тому, что выописывает. Вот. Не готов человек брать на себя ответ. Вот. Ну и, собственно, нужно, нужно спросить себя. Нужно ли вам такая женщина, которая не готова брать на себя ответ? К примеру. Дальше. Так. Не звоню, не пиши, мне сказали дать немного времени, чтобы я дал время на совет. А на что вы дали время? Для чего вы дали время? Кто сказал? Я думаю, смогу ли я ее вернуть. Ну, человек не вещь, чтобы возвращать. Если вы сделаете вывод из своего поведения, проанализируете его, проработаете то, что с вами происходит, свои противоречия, то да. Может быть, сможете, может быть и нет. Есть у меня шансы, и что нужно сделать? В жанре, в мире много таких будет, но все другие. Сказал, люблю, сказал, что делаю счастливой. В отношениях не работает принцип обещаний. В отношениях работает принцип импульса, принцип цели. Необещаний. Вы любое отношение превращаете в некую такую обязаловку, долг. Это не работает. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обязательно выберите себе психолога и поработайте с ним. Я вам желаю всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.